В эфире на Вести FM 103 Дагестанское радио. Добрый день, дорогие друзья. При одолении косности русской пушкинский гений знаковым стало совпадение дня рождения с великим поэтом 6 июня датабасаранской поэтессы Гульбеки Амаровой, определившая ее поэтическую натуру. Будем о переводах говорить. До моего Дагестана я начала Евгения Онегина, Пушкина. Пушкина тоже на дагестанские языки женщины не переводили? По-моему, нет. Нет такого. А вот насчет одного переводчика Расул Гамзатович в своей книге говорил, что Магомед, он был фронтовиком, он жил в Москве. И когда Расул Гамзатович поступил в литературный институт... Который закончила Гульбеки Амарова. Да, вот он вспоминает Магомеда. И он нашел в Москве его и спрашивает Расул Гамзатович у Магомеда, как твой Евгений Онегин? А тот, ну, замешкался, и вот ответа не было. Ну, ты же его наизусть знал. Это Магомед Сулейманов был? Магомед Сулейманов. Да, мы знаем, что он один из переводчиков на... В сороковые годы он перевел на аварский язык Евгения Онегина. Да, Магомед Сулейманов. Что касается моих переводов, так как мне самой, а потом и окружающим известно, что я родилась в день рождения Пушкина. Я, Татьяна, на все эти годы мучила. Почему у меня нет никакой другой связи, кроме дня рождения, да? Ну, мучила, да. Как только мой день рождения, я даже помню, когда я на свет вышла, выпустили на свет, это пол пятого утра. За ревью вместе мама рассказывала. Ты еще в Пушкина не читала, но уже знала, что родилась. Знала, конечно, да. Это такой... И всегда, когда туман там внизу, да, я вспоминала по учебникам, которые фотография Пушкина, профиль. И в учебниках есть эта фотография. И я себя, будучи ребенком, там, не школьницей, я помню, как я воображала, что я Пушкин. Особенно, почему не знаю, но в пасмурные дни вот такая ностальгия Пушкина. Особенно осенью, Булгинской. Да, вот в пасмурные дни я его вспоминала. И до перевода Евгения Онегин я перевела сказку. Сказка о семи богатырях и мертвой царевне. Я когда перевела, вот это такая ритмика, вот в нашем языке, вот созвучная русскому языку, вот эта мелодия меня не отпускала. Но до этого я, как бы, выборочно переводила. Марину Цветаеву, Анну Ахматову. Я очень обожаю, люблю поэзию Бродского. Ну, Иосиф Бродский, он не для того, саранского языка, наверное. У него немножко такое другое сложное... Сложное язык, да. Сложное вообще для перевода. Да, вот когда я его читаю, я настолько, я сама, как поэт, очень сложная натура у меня, потому что по-другому невозможно. Как можно вот по течению, я всегда против течения. Когда против течения, удаются такие большие дела. Главное не застой. Нет, я себя заставляю работать, это у меня получается, потому что привыкщая ткать ковры, ковры. И вот эти два перевода, Евгений Онегин и мой Дагестан, я считаю, это ворсовый ковёр Евгений Онегин, халачи, а без ворсовый «Сумах мой Дагестан», потому что «Сумах мой Дагестан» — это проза «А Евгений Онегин поэзия». В течение семи месяцев я перевела Евгения Онегина. Было, конечно, очень тяжело, потому что нам все известна «Онегинская строфа». Вот стоп, вот эта ритмика, вот эта беглость, строк, то восьми, то девяти. Так выходит, и технические параметры тоже соблюдала все. Всё-всё. Не лишний. Запятой и с точкой вместе. Как у меня передо мной был роман на русском языке, и точь-в-точь я даже настолько... Давайте откроем письмо, Татьяне. Так же будет звучать на Тавасаранском? Или всё-таки музыка другая? Так как, Рубика, всё-таки имеешь отношение к театру, работаешь там, а мысль теперь поставить Евгения Онегина в театре такая возникала у кого-нибудь? Ну, наши театры, у нас в Дагестане 14 театров. Они не только от Евгения Онегина, от родных языков немножко очень далеки. И поэтому мысли есть, конечно, но чем впустую тратить себя... Хоть фрагмент какой-нибудь. Ну, фрагмент, ну, я думаю, что кто-нибудь осилит вот этот труд Пушкина и Омаровой. Вот письмо Татьяны Онегина на родном языке, на Тавасаранском. Би-Куразавуз, фушул, касин. Фупусшулу сару нускан. Авуз иқтияр, дакни валин. Фупусшулу сару нускан. 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 Мне было так весело, так радостно, что у Пушкина то получалось на родном языке. И я наслаждалась. Как будто Пушкин писал на тавасаранском языке. А я даже говорила, а Пушкин кто тебе спросил один ребенок хивской школы? А я говорю, мой двоеродный брат. Почему брата не прадедушка? Сколько ему лет было? Он брат. Ну да, если так по возрасту считаю. Да, я старше него. Да, придет момент, когда он тебе сыном станет. А вот и с недом перевела его. Потом Расула Гамзатова. Мне было очень после вот этих двух. Без перерыва это произошло. Семь месяцев потратила. Семь месяцев. Мы знаем, что Александр Сергеевич работал где-то восемь лет над произведением в стихах. А я... Ну он откладывал. Он тоже откладывал. Ты во время работы откладывала его? Нет, нет. Я вот... У ковровщицы есть свое внутреннее вот это задание. Они начинают ковер и они должны завершить ковер. И вот точно такое отношение было у меня к переводу. В течение семи месяцев, днем и ночью. Вот этот вопрос все задают. Вот сколько время потратила? Семь месяцев. Меня не видели в Дербенте в сосновом бару. На пляже не видели тебя. Да, мы это заметили. Ага, не видели. Ой, Гюльбике, ты куда пропала? А я никому не говорил. Вот я как раз и хотела спросить, что это было сделано тайно. Обычно Гюльбике делится своими какими-то новыми задумками. А тут вот раз и сюрприз. Вышли две книги в переводе. А почему... А никто не знал? А почему я молча делала? Потому что я была неуверена, вот завершу эту работу или нет. И заранее не хотела обнадеживать? Нет, конечно. У ковровщицы золотое правило. Они начинают ковер и молча заканчивают. Вот такой. Но ковровщицы видят, как это делают. А тут получилось, что ты там в своем, как сказать, заслуживание. Но все равно какая-то тайна есть, когда они закончили, никто же не знает. В час ночи, в три часа она заканчивает ковер. Момент, когда закончила перевод. Что ты сказала? Ай да Гюльбике! Крикнула? Нет, сукиных сынов не было, конечно. Но я благодарна. Мне настолько Пушкин подсказал. Мне он помог задуматься над своим родным языком. Но язык, конечно, сам диктовал. Что мне делать? Я когда не находила на родном языке дословного перевода слова, я мучилась, конечно. Но все равно я отходила, я приходила, я рассматривала словари. И это был такой труд, аж иногда голова не удерживала. В процессе зато родились новые табасаранские слова. Много их? И по какому принципу они строились? И прежде чем заняться переводом, как «ярая ковровщица», я начала считать, даже в интернете не нашла, сколько строк. Я посчитала все строчки, оказывается, в Евгении Онегине, 5 326 строк. Да, вот тебе надо это внести куда-нибудь, да, чтобы все теперь знали. Да, и у меня звуковой поиск, мне не ответили, спрашивала. Ну, у них не было ответа. И я села, посчитала 5 326. Уже поделилась с кем-то? А у тебя в книге тоже только строк? Да, да, да. Но я очень так трезво подошла к переводу. Переводила по какому изданию? Тоже интересно. Издание, оно для школьников. Это 2008 года, московское издание, очень такое иллюстрированное. Я даже вот эти изображения, вот эти, да, черно-белые. Тоже перенесла? Да, тут перенесла. Все это, и такое ощущение, как будто русский текст. Скопированная книга, с первого раза не поймешь, только обложка другого цвета. Свой портрет не поместила? Нет, конечно, там только Пушкин и Расул Гамзатов. Где-то одна маленькая строчечка, перевод к Омаровой. Я подумала, где их имена. Я пока маленький такой человечек. Я сделала то, что они сделали. Они 99% народу, а я 1%. По поводу самого произведения Евгения Онегин. Вот это типично для табасаранского народа. Вот эта ситуация, которая описана в Евгении Онегине. Может такое произойти? Это типично, потому что мы сколебели. Слышим у нас на устах и родная речь, и русская речь. Мы никуда не денемся. Я даже думаю, я когда поступила в литературный институт, у меня было такое ощущение, что там учатся мои односельчане. Настолько мы вкусили и язык, и культуру, и всё. Потому что у нас же в школах есть же преподавание русского языка. Конечно. Но это всё знакомо, да. А вот само вот это произойти могло быть в каком-нибудь табасаранском стиле, например. Вот такой сюжет, вот такая ситуация. И ситуаций много, конечно. Да, да. Сегодня же мы с какими-то вещами сталкиваемся. Ну, то, что вот скромница Татьяна, то, что ей кого показали, за кого выдали, вышла. Это, конечно, нам, конечно, знакомо. Так бывает. Да, это горянка. Да, это горянка. Это горянка, Татьяна. Она настолько в конце книги, мы же помним, как она, я одному, я своему мужу верна, говорит. Это же такое ощущение, как будто она горянка. И на самом деле она скромная. Вот эти тёти, вот как они поехали в Москву, чтобы найти жениха Татьяне. Это всё. Мы же сегодня и для сыновей, для близких, для всех же ищем. Какая-то диковинка, да. А с другой стороны, мы же каждый день этим живём. Сегодня же не те времена. Но возвращаемся к Евгению Онегину. Всё-таки книга названа его именем, Евгением Онегиным, Герой он. Но вот эта ситуация, то, что вот такой цинизм, как у героя, может быть у табасаранских мужчин? Да, конечно, это не только у табасаранских. Вообще настолько цинизм. Но я не создан для блаженства, Ему тюрда душа моя. Напрасны ваши совершенства, Их не достоин вовсе я. Поверьте, совесть вам по рукой, Супружество нам будет мухой. Я сколько не любил бы вас, Привыкнув, разлюблю тотчас. Привыкнув, разлюблю тотчас. Привыкнув.